Чебоксарский залив вновь стал центром проведения всероссийских ледовых гонок. В минувшие выходные здесь прошел второй этап Кубка страны по автомобильному спорту. На зимнем празднике скорости побывал глава республики Михаил Игнатьев. Конечно, не Формула-1, однако для жителей столицы зрелище весьма захватывающее. Гонщики из шести регионов страны вступили в борьбу за Кубок России. Соревнования проходят в четыре этапа. Половина пути уже позади. Экватор состоялся в Чебоксарах. Первым опробовал лед Михаил Игнатьев. Спортсмены участвуют в разных регионах, на разных чемпионатах, им оценивать, соответственно. Но здесь у нас вид очень хороший, очень много зрителей. И та трасса, которая подготовлена, то, что они оценивают на самом деле на высоком таком уровне, подготовленность трассы, полагаю, будет очень много таких положительных эмоций, азарта. Первый этап для гонщиков Чувашии, который проходил в Вологодской области, был удачным. Тогда по итогам общекомандного зачета наши автоспортсмены оказались на первой ступени в квалификационном зачете 1400 и вторые в группе 1600. Андрей Васильев завоевал золото. Домашний лед сулил гонщику не меньший успех. Ну, хотя я говорил, что нужно доехать до финиша, конечно, в первую очередь, а потом можно настраиваться на победу. Но в данной ситуации у меня небольшие технические проблемы имеются, поэтому борьба будет сложнее. Зрители очень болели за Андрея, но из-за технических проблем он всего шестой в турнирной таблице. Не меньшее внимание было приковано к представителю Ульяновска, 17-летнему Егору Санину. Участник, который не имеет даже водительского удостоверения, является обладателем Кубка Европы по автомобильному спорту прошлого года. Организаторы вообще молодцы, они подготовили отличную трассу. И мы, надеюсь, все зрители получат большое удовольствие от нашей езды. Заключительный четвертый этап пройдет 5 марта на этом же льду. Екатерина Абрамова, Олег Якимов, Республика.